В данном видеоролике представлена новая версия интеграции UDS и Frontall. Здесь представлена версия Frontall 6 с версией интерфейса для тачскрина. Если у вас версия для клавиатуры, интерфейс может быть немного отличаться, но в принципе я думаю будет понятен исходя из этого ролика. Первым шагом кассир должен сформировать чек клиента согласно его товарам и после того, как чек сформирован, кассир нажимает на три точки, тем самым вызывает меню с выбором ввода этой ручной скидки, бонусной карты или еще какой-то дополнительной информации. В нашем случае мы нажимаем на кнопку бонуса. Открывается окно с выбором ввода карты клиента или номер телефона. Выбираем ввод карты клиента. Сейчас клиент должен зайти в приложение UDS и сформировать четвертозначный QR-код и показать его кассиром. У нас это будет код 123456. Кассир вводит этот код и нажимает на кнопку ОК. Происходит запрос UDS и в ответ отображается информация о клиенте. Это имя клиента, сколько бонусов доступно именно на этот чек с учетом всяких минимальных сумм товаров, ограничений, общий баланс бонусов и статус клиента в компании. Нажимаю на кнопку ОК и автоматически будет предложено списать бонусы. Здесь указана максимально доступная сумма к списанию бонусов, то есть 320 рублей 50 копеек. Кассир может изменить количество, например, 80 или нажать на кнопку отмена. Нажмем на кнопку отмена, то есть бонусы списывать не будем. После того, как карта введена, соответствующая информация отображается в окне карта введена в написи. Если вам необходимо удалить карту, например, внести какую-то картировку, то надо нажать на кнопку удалить карты. Вот. Карта удалилась и вы можете заново вызвать окно ввода карты, нажав также на кнопку бонуса. Еще вариант ввода карты – это нажать на кнопку все бонусы. Откроется меню с выбором действий с платежной системой. Здесь выберем опять-таки ввод бонусной карты. Введем код клиента из приложения и запросим информацию. Если каким-то причинам кассир отменил списание бонусов, то есть не выбрал количество. Списать бонусы можно, вызвав контекстное меню, нажав на кнопку все бонусы. Выбираем оплату внешним бонусом и здесь вводим сумму к списанию, например, 50. Нажимаем на кнопку ok. Соответственно, сумма чека у нас уменьшилась на сумму списанных бонусов и к оплате уже клиент будет оплачивать сумму с учетным списанным бонусом. Переходим к выбору способа оплаты, например, наличными и оплачиваем чек. Соответственно, клиенту по исчезновению операции будут списаны бонусы и если настройки вашей компании позволяют, то также будут начислены бонусы, исходя из той суммы, которую он сплатил деньгами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok